Всем привет, меня зовут Верховецкий Дмитрий, и ко мне пришли новые машинки из Соединенных Штатов. Это Oster Fast Fit в хромированном корпусе. Я их еще не открывал, ну точнее, я их открывал, конечно, посмотрел, целое я ее нет. Но я вам расскажу, что в этих машинках и чем они лучше в других машинах. Oster выпустила лимитированную серию хромированных машинок. Они не металлические, то есть это хромированный пластик, но укрепленный. Выглядит внушительно. Коробки у них, как всегда, промышленные, стильные. Машинка бумажная в картонной коробке, прям упакована очень сложно. Это уже не надо. Вот такая машинка. Она в пластиковом корпусе, хромированная. Я думал, что она в металлическом корпусе на самом деле. Но пластик крепкий, укрепленный, поэтому если упадет, то она не раскрошится. Как минимум с первого удара, как мозеры, приматы, которые падают и просто крошатся в дребезги, и ты потом машинку не можешь собрать никак. Так, машинка имеет срез от трех нулей до одного миллиметра, что позволяет делать максимально плавный переход. Как на насадках, так и без нее. Имеет очень тихий двигатель с какой-то супер крутой космической функцией, сайленс, что-то там. Сейчас мы проверим, как она работает, но сначала я покажу, что еще в комплекте идет. В комплекте идет набор с разными насадками. Я так понимаю, что это 3 миллиметра, 6, 9 и 12 миллиметров. Заметьте, в наборе идет 3-х миллиметровая насадка с скошенным переходом на зубцах. Это позволяет работать боком машинкой, краем, и делать дымчатые переходы за ухом и на затылке. Очень важно, насадки эти очень уязвимы и крошатся, поэтому их не надо надевать сверху. Старайтесь надевать их с ножевого полотна. То есть вы его прям одеваете сюда, но не цепляйте ее отсюда. Могут отломаться лопасти. Вот так выглядит маленькая насадка. Также ее назад и снимаете вверх, когда насадка прослужит дольше. Также в наборе идет кисточка, которую мы обычно выкидываем. Используем щеточки покрупнее, потому что очень долго чистить. И масло, то есть масло островское, наверное, я не знаю, сколько здесь ОЗ. Одна, вторая. Короче, очень мало тут его. Но хватит вам на полгода, если вы будете использовать. Также для ножевого блока масло красное такое масло. Кто спрашивал, для чего это масло, оно наносится на... Когда снимается нож, наносится прямо на ходовую часть. То есть на ходунок. Таким образом он не стирается и машинка может прослужить дольше. И также в комплекте всякая макулатура с инструкцией, как ее смазывать, как одевать насадки и тому подобное. Я рекомендую ее читать, не выбрасывать. Есть много полезных советов, но мы узнаем с видеоуроков, что полезного в этой машинке. А на самом деле это было все в инструкции. Вот. Также тейп финишер. От знаменитого Остера. В дизайне... В хромированном дизайне. Тоже в бумажно-картонной упаковке. Это все дело завернуто. Вот так выглядит финишер. Он тоже хромированный. Кажется, что он железный. Может быть он и есть железный, я не знаю. Скорее всего это пластик. Но она достаточно тяжелая. Она, наверное, тяжелее, чем машинка вот эта большая. Также у нее уровень среза 0,03 мм. Но нерегулируемая ножка. Поэтому все же лучше будет машинка, деталер или Энди Саутлайнер с уровнем среза 0,01 мм. Сейчас мы проверим машинку. Посмотрим, как она работает или не работает вовсе. Машинка работает от сети 110 вольт, 50-60 герц. Сзади так и написано. 120 вольт, 9 ватт, 60 герц написано. Но она работает и от 50 герц. Но лучше всего ей, конечно, работать на своей правильной частоте 60 герц. Тогда индукция будет максимально правильная. Машинка работает довольно-таки тихо. Нож плавно регулируется. Он не будет болтаться, как на вал. Кто знает, на вал постоянно мы придавливаем машинку и лапка сдвигается. Здесь она не сдвигается вообще. Здесь идет укрепленная лапка и она очень плавно регулируется. Даже с усилием, так как она ходит по ребрышкам здесь. Вторая машинка. Работает, опять же, довольно-таки тихо. И мы сейчас проверим, как она состригает волосы непосредственно на клее. На высокой скорости чуть-чуть поджевываю. Если сильно не болтыхать, то очень приятно срезаю. Не поджевывает у вас? Нет? Главно работает отлично. Не знаю, как поведет она себя более жесткими волосами. Это когда они плотные, густые и бьющиеся. Но с такими волосами отлично срезаю. Теперь насадка чуть меньше. Машинка не тяжелая, удобно работает, рука не устает. Часто машинка работает плохо на вытянутом ноже и хорошо на опущенном. Но Остров Астрит работает как на вытянутом, так и на опущенном ноже одинаково. Частота среза не меняется. Как определить частоту среза пальцем сбоку придавить на ножевой блок? Если он останавливается, значит индукция слабая у машинки. Если она сильная, в данном случае я его не могу остановить и мне прям больно пальцем. Поэтому индукция достаточно мощная. Мощнее, чем любой вал, супер тейпер в три раза. Также машинка очень сильно нагревается. Если вы будете стричь долго, то старайтесь работать больше пальцами. Не брать ее в руку, иначе просто будет сильнее нагреваться. Протестируем сейчас финишер, как он делает окантовку. Я для сравнения сделаю одну сторону финишером, а другую аутлайером. Как видно, инди-салут лайнер снимает намного круче. Это сразу чувствуется.